Государственная Дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о защите граждан на рынке микрофинансовых услуг, который в последние годы сотрясался от многочисленных скандалов. А во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект, который вводит мораторий сроком на 6 месяцев на применение к чиновникам федерального закона о запрете на владение рядом иностранных активов в том случае, если они получены в наследство. Общее количество микрофинансовых организаций в 2018 год сократилось более чем на 200, их сейчас там порядка 2000. И происходит тенденция ухода с рынка именно небольших организаций. Сегодня на итоговом заседании коллегии Минсельхоз подвел итоги деятельности за прошлый год и наметил стратегические задачи на этот по прогнозам ведомства. В 2019 году воловой сбор зерна составит 108-110 миллионов тонн. Планируется работать над качеством вывозимого зерна, а также над внедрением обязательной электронной ветеринарной сертификации, которую ранее поддержал президент. В 2018 году с учетом прироста в пищевой промышленности и производстве напитков индекс АПК составил 2,3%. Прибыль сельхозпроизводителей до налогообложения превысила уровень 2017 года более чем на 15%. Отмечу, это стало возможным в том числе благодаря существующим мерам государственной поддержки агрария. Также растет рентабельность сельхозорганизаций. По итогам 2018 года с учетом субсидий рентабельность достигла 12,5%. Это выше показателей 2017 года. В Сочи открылся 11-й международный форум Атомэкспо-2019, его девиз – «Атомные технологии для лучшей жизни», среди главных тем – сегодняшнее состояние печально известной АЭС Фукусима, и дискуссия, почему атомная энергия – ответ на вопрос, как не навредить дикой природе. Сделать все возможное, чтобы найти кота черно-бурого окраса, без ярко выраженных примет, с таким призывом, к жителям столицы обратилась москвичка, которая переживает, за бездомные животные, невольно ставшие героем соцсетей и новостных выпусков. Конкретно, то самое, что в нашумевшем и снятом, как утверждается, абсолютно случайно, любительском видеоролике, получила сильный пинок ногой, от человека, похожего на Илью Яшина, муниципального депутата, так называемых, оппозиционных взглядов. Кстати, сам Яшин подлинность видео, категорически отрицает. В технопарк Сколково, на робототехнический форум Сколково Robotics, крупнейшем в Восточной Европе в области искусственного интеллекта, свои разработки презентовали более 50 компаний. В этом году в форуме принимает участие более 90 спикеров. Состоится 80 сессий, в том числе по направлениям «Медицина», «Современный транспорт», «Цифровизация и автоматизация производства». Отмечу, что на выставке технологических инноваций главным героем был я, робот Алекс. Именно так лет через 10 будет выглядеть концерт с роботами вместо музыкантов и с андроидом вместо солиста. Привет, Алекс. Алекс – первый российский робот с искусственным интеллектом. Во всем мире подобных андроидов не более 20. Роботизированная копия Алексея Южакова, идейного вдохновителя и главы компании «Промобот». Концепт программной обеспечения и практически все комплектующие для него производят внутри страны. В достаточно небольшом объеме мы умудрились разместить порядка 35 двигателей, которые управляют не только шеей, но и глазами, микромимикой. Очень много точек, за которые мы можем тянуть, действовать, изменяя его микромимику. И это, на самом деле, одна из ключевых сложностей, потому что столь маленькие двигатели с нужными нами характеристиками. Их очень сложно найти, а еще сложнее сделать из этого не продукт, который ты только показываешь, и он стоит баслословных денег. Очень сложно из этого сделать бизнес-продукт. Лицо, как у человека, с морщинками, порами и даже щетиной. Разработчики хотят сделать его максимально реалистичным, чтобы преодолеть зловещую долину. Это такой феномен, когда люди боятся смотреть на робота, когда он похож на человека, но не на все 100%. Сняли копию с Алексея, ну как, измазали его силиконом и получили слепочек. Затем мы с этого слепка сняли все обмеры, создали внутри каркаса. Дальше программисты уже помогли нам и сделали управление всем этим. Ну и сейчас он учится управлять собой. Алексей стремится к тем самым 100%, чтобы люди хотя бы в первые минуты общения не понимали, что говорят с роботом. Ведь работать он будет консультантом, как и вот эти уже знаменитые промоботы. В Перми их собрали более 500 экземпляров. Сегодня они общаются с людьми в банках, аэропортах и магазинах по всему миру. Недавно разработчики подписали с компанией США договор на поставку 2800 подобных машин. На Алекса уже есть 12 предзаказов, при том, что у него пока только голова. В планах сделать ему подвижные руки, как у человека, а далее, возможно, и поставить на ноги. Роботу Алекса еще нет и года, но за это время он уже много чему научился. Например, имитировать и распознавать более 20 человеческих эмоций. Это радость, грусть, удивление. А еще он, как и все вот эти промоботы, умеет поддерживать диалог с людьми. Правильно, Алекс? Правильно, Юлия. Робот Алекс и Юлия Макарова специально для телеканала «Россия-24» из Перми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова